Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционный эфир для четверга. Традиционно обсуждаем рынки технически, фундаментально. Говорим о самых значимых фундаментальных событиях, которые отгремели в последней торговой сессии, событиях, которые еще впереди, если говорить о повестке экономического календаря. Друзья, все это делаем для вас, чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений. Всегда приветствуем фидбэк, всяческий, конструктивный. Если есть что сказать, например, хотите, чтобы мы рассмотрели какой-то конкретный инструмент, обязательно пишите в комментариях. Денис, ну что, неделя, еще одна практически закончилась, на рынках волатильна. Я думаю, что это все равно еще семечки, цветочки впереди, потому что ФРС на следующей неделе и заседании Европейского Центрального Банка. Так много разговоров о перспективах дальнейших решений американского регулятора, как он далеко пойдет в плане повышения процветной ставки. Все это, конечно же, сначала реализуется в какие-то фактические решения на следующей неделе, и все это станет источником еще большего латиности. Поэтому, прежде чем перейти к рекомендациям, хочется отметить, хотя, наверное, это лишнее, все прекрасно знают, люди взрослые, нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и так далее. Ставьте стоп-лоссы, тейк-профиты, всегда нужно соблюдать эти правила, несмотря на то, что иногда прям стопроцентно уверенны в том, что активы должны повести себя вот так, как нам кажется единственным верным является. Ну что, индекс доллара. Я предлагаю начать с меня. Коснемся как раз индекса американской валюты. Также, кстати, можно посмотреть сегодня фунт, например, и можем посмотреть на золото, которое подбирается к психологическому уровню 2000 долларов за тройкунс. Если не против, Ленис, будет круто с нескольких сторон взглянуть на этот инструмент. Давай демонстрация экрана тогда. Так, индекс доллара. Текущие котировки 99,88. Ну, в принципе, после данных по инфляции, которые уже, по сути, недельной давности, стало очевидно, что доллару есть почему стоит падать. Доллар должен снижаться, потому что при текущих уровнях инфляции, конечно же, американский регулятор с большой долей вероятности в последний раз повысить процентную ставку в этом месяце, то есть на следующей неделе. И после этого, скорее всего, будет взята пауза, которая продлится, возможно, до конца года, может быть, даже дольше. Хотя я, как, наверное, фанатичный продавец доллара и индекса американской валюты, считаю, что ближе к концу года будут новые факторы давления на американскую валюту, которые будут способны стать причиной, может быть, даже снижения индекса доллара в районе 95 и потенциально ниже. Это все-таки возможная рецессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если будем говорить о рецессии, то нам придется говорить о мерах экономического стимулирования со стороны федеризирования в виде снижения ключевой процентной ставки. Что-то мне подсказывает, что при таком развитии событий, при таком сценарии, американская валюта вообще будет лишена каких-либо факторов фундаментального роста. Сегодня увидел прогноз от HSBS. Они ожидают, что индекс доллара будет монотоном, последовательно по чуть-чуть снижаться вплоть до конца 2024 года. Так далеко вперед смотреть не будем. Давайте все-таки руководствоваться как-то срочными реалиями. У нас впереди событие важное. Кстати говоря, Денис, будет возможность подвести итоги заседания ФРС. А ФРС нам с тобой уже в следующий четверг, потому что ФРС в среду. И будет возможность по горячим следам обсудить то, что с долларом произойдет. Я полагаю, что какой-то период времени до заседания Федеризерва индекс американской валюты будет консолидироваться плюс-минус рядом с текущими значениями. Возможно, вернется в район статус чуть повыше, но ближе уже к среде. Возможно, во вторник, наверное, на рынок вернутся продавцы, потому что точно все начнут оценивать шансы и вероятность на более чем одно повышение ставки. И придут к выводу, что вероятность этого практически 0%. Статистика, кстати, по штатам продолжает разочаровывать. Сегодня первичные заявки на пособие по безработице. Повторяю, что, возможно, этот релиз не станет источником какой-то интересной динамики. Но недооценивать этот релиз точно не стоит, потому что много раз мы уже убеждались, как рынок чувствительен к данным первичным заявкам. Если сегодня мы видим там рост выше 250 тысяч, думаю, что распродажи вполне возможно начнутся и под конец текущей торговой сессии по индексу доллара. Вчера данные по рынку недвижимости, плохие, слабость рынка недвижимости, она как раз вытекает из высоких процентных ставок, которые тормозят ипотечные кредитования. И в течение недели были еще слабые данные по промышленному производству и рыночной продаже. Ну, прям все, тотально плохо. И в этой связи рекомендую работать здесь долгосрочно по тренду. Но снова повторяю, что как косрочно рынок может скорректироваться до седания кондризирования. Так, британская валюта 1.2914. Ты знаешь, я ожидал данные по инфляции, которые вышли, по сути, день назад в Англии. И думаю, что будет какой-то сюрприз относительно того, что инфляция все же останется на очень высоких уровнях. И это позволит трейдерам активнее закладываться под повышение ставки на 50 байсных пунктов. Но по факту тех цифр, которые вышли вчера, инфляция снизилась с 8.7 до 7.9%. Базовая инфляция снизилась с 7.1, по-моему, до 6.9%. Но базовая инфляция по-прежнему очень высока. Более чем в три раза превосходит цель Банка Англии на отметке в 2%. И я думаю, что в августе все же Банк Англии пойдет на вот это ожидаемое 50-пунктное повышение процентной ставки. Я уже в длинных позициях. Хотя, конечно же, было бы лучше заходить в пару фунт-долларов на уровнях рядом с текущими значениями. Кому интересно, предлагаю байстоп как сделку 29.50-1.29.50 с целями 1.31-1.32. В качестве стоп-лосса можно поставить короткие, там 50-60 пунктов. И золото, конечно же, возможно, самый интересный актив в последней торговой сессии. Динамичный рост уже 1980 долларов за баррель. Я думаю, что 2000 может быть сделано уже до конца этой недели. Или даже до конца текущей торговой сессии. Потому что золото умудряется прошагать 20, даже больше долларов, внутри дня, когда каких-то значимых отчетов нет. И основной аргумент, по-моему, в прошлый раз, когда мы обсуждали золото, я говорил про рыночный сантимент. И сейчас рыночный сантимент – это такая весомая база принятия торговых решений, потому что толпа больше 65% трейдеров, золото по-прежнему шортит. И, мне кажется, золото не добило вот этих уровней важных, психологических, где может произойти изменение рыночного позиционирования. И, как минимум, это уровень 2000 долларов за тройскую комнату. Поэтому рекомендую золото рассматривать только лишь в лонг через сделки на покупку с целями 2000 потенциально повыше. Денис, слово тебе. Так, значит, несколько слов есть в техническом плане. Значит, стратегически, то есть, если брать именно стратегическое планирование, то согласен. Единственное, есть некоторые чуть более конкретные корректировки по уровням. Ну, в общем, обо всем по порядку. Значит, евро. По евро для разворота внизу меня лично очень сильно смущает вот эта конструкция. Обычно так развороты не делаются. То есть, здесь нет вообще никакой импульсной составляющей. То есть, сейчас с очень большой вероятностью перед нами как раз коррекционная структура. Дело в том, что вверху, с точки зрения опционов, есть действительно цели ближайшие. Они находятся в районе уровня 1.14. И это достаточно значимый диапазон. Но с точки зрения техники цена подошла к тому уровню, от которого локально уже отскок можно делать. То есть, ну, это опять-таки отскок чисто на коррекцию. То есть, если в целом посмотреть, как цена отрабатывала предыдущие подобные диапазоны, то прямо сейчас находятся в буферной зоне, построенные с помощью канала, с помощью стратегических уровней сопротивления. Они еще взяты вот отсюда. То есть, вот этот длительный диапазон накопления, который был у нас сформирован еще в 2022 году, вот здесь вот как раз вот прямо сейчас цена к нему подошла и локально отскакивает. То есть, я не жду, что отсюда прям серьезно делать разворот, еще раз говорю. То есть, это именно как коррекция. А стратегическая цель планирования у меня, ну, где-то, скажем, на ближайшие пару месяцев находится в районе 1.15. Поэтому самый главный вопрос – это насколько глубокой нам здесь смогут сделать коррекцию. Дело в том, что вот этот диапазон 1.10.5-1.11, он с точки зрения техники и опционов, он самый сильный. То есть, это очень сильный диапазон, где заливаются очень крупные хеджи. И если цена сюда дойдет, отсюда просто огромная будет вероятность того, что у нас пройдет новое движение вверх. Также я не исключаю попытку, что буквально вот с текущих цена вот уперлась в одну вторую маржиналку еще вчера подошла, что с текущих попытаются точно так же откупить вверх. Реальная цель в районе 1.14 находится как раз в верхней опционной границе и плюс еще и значимые сильные конструкции. При этом кумулятива у нас достаточно агрессивно отрицательная. Вот ее можно отдельно даже так начертить. Мы четко видим, что при росте цены кумулятива у нас падающая. То есть, чаще всего подобные движения, они подогреваются, помимо фиксации покупок, они подогреваются еще и лимитными покупками. Поэтому это очень часто, что после сильного импульса, например, в данном случае вверх, при отрицательной кумулятиве цена делает откат вниз и потом идет на перехай. Здесь, к сожалению, кумулятива не отвечает на вопрос, насколько сильно идет на перехай, но лишь показывает то, что этот перехай с очень-очень большой вероятностью будет. Что касается фунта. По фунту, да, я вчера, единственное, я его здесь покупал, немножко, наверное, поспешил, хотя спорный момент. Дело в том, что сам диапазон очень сильный. То есть 1.29.30, 1.28.85. Реально сильный диапазон. А вчера цена сделала такое маленькое обновление минимума и вернули внутрь его. Теперь самый любопытный момент. Дело в том, что вверху я считаю, что основные диапазоны движения и вообще для роста пока еще не добиты. То есть в целом 1.32. То есть для меня это ключевой ориентир 1.32, к которому цена действительно может подойти. При этом, если смотреть последний сегмент роста, у нас самый крупный объем находился где? Ключевой профильный объем находится внизу. То есть 1.2670, 1.2740. Также восходящий канал, нижний его границ попадает в этот же диапазон. До верхних границ буквально чуть-чуть цена не достала, а рейтинговый объем был накоплен в верхней части. То есть если мы немножко профиль продвинем, то мы четко видим внизу плечевой, а вверху рейтинговый. То есть здесь в принципе это такие вполне элементарные вещи. Но что мне в данный момент не очень нравится. Дело в том, что цена теоретически она может дойти аж до вот этой зоны. Если это произойдет, отсюда будут самые лучшие покупки, которые вообще можно себе только представить. Потому что двинуть ниже, но у меня очень большие сомнения на это. Поэтому то, что отсюда с достаточно большой вероятностью попытаются сделать покупки, я в этом практически уверен. Но также не исключаю, что с текущей зоны попытаются выйти вверх. Как в данном случае лучше всего действовать? Лучше всего дождаться, чтобы цена пробела этот уровень в районе 1.2965, чтобы делали импульсный пробой вверх. И затем уже с отката сформируется тогда новая зона покупателей. И с отката можно будет тогда покупать. Поэтому такие вот два диапазона. И смотрят. То есть если этот просто начинает попиливать вот так вот идти вниз, то особо, если по пути сильной поддержки у нас не будет, тогда вот этот диапазон максимально интересен. Что касается индекса доллара, здесь, как по мне, локальный откат нам формирует. То есть с точки зрения дневного графика цена может еще там немножко пропетлять выше. И затем уже после этого снова движение вниз. Я, честно, особо не делаю привязку к психологическим уровням, потому что они психологически только для нас. Рынок на такие вещи практически вообще их не замечает. Поэтому, как я в прошлый раз говорил, что сотню цена пролетит, особо даже не будет на нее смотреть. Ну, по сути, так и получилось. Сотню пролетели, вообще ни малейшей реакции не было. Она появилась аж в районе там где-то 99-20. Поэтому сейчас самая ближайшая область сопротивления – это бывшая зона поддержки, которая стала нынешним сопротивлением. Думаю, сюда откорректируется и снова вниз на обновление. Поэтому очень в этом плане коррелирует как раз более глубокая коррекция по евро и по фунту. Либо же могут просто даже зафлетить и потом пойти добивать свои цели вверху, в то время как индекс доллара наоборот вниз. А вот что касается золота, вот здесь вот самый любопытный момент. Дело в том, что по золоту я лично не сторонник того, что нас там ждет какой-то серьезный крупный рост. Да, я вижу, что там заливаются очень много западных новостных издательств. Там рассказывают о том, что по золоту будет сильный бурный рост. Но я не очень понимаю на основании чего. Дело в том, что внизу, когда только заливались объемы для нового роста, особо здесь ничего не было. То есть говорить о том, что здесь какие-то были сильные объемы для того, чтобы сделать полноценное изменение тренда – нет. Здесь такого не было. Поэтому ясно несколько вариантов, что нам попытаются сделать там какой-то еще внутренний откат. После этого в идеале кульминацию сделать вверху, то есть пройти вверх, скульминировать. Здесь находятся очень сильные опционные границы, причем и месячные, и недельные. И затем уже только после этого серьезную такую разворотку уйти вниз. Поэтому я лично по золоту особо не вижу предпосылок к тому, чтобы у нас был достаточно серьезный рост. Индикаторы TLP и так далее – это все находится только исключительно внутри брокера, поэтому не является абсолютно объективным показателем. И в данном случае, с учетом того, что у нас хорошие были попытки проталкивания, а вот здесь уже проталкиваем не назвать. Потому что по футпринту свечи мы видим основное значение объема в верхней четверти и отсутствие какой-либо серьезной реакции вверх. Это что означает? Это означает, что здесь наступает уже локальная кульминация. Она там в любом случае была. И при переходе даже на часовый график, сейчас это очень четко будет видно, сейчас он прогрузит объемы. И вот, пожалуйста, то есть заходы по бидам. Заходы по бидам – это у нас рыночные продажи. Это рыночные продажи были на самом кончике вот этой растущей свечки импульсной. Сейчас фактически цена просто сделала ложный перехайп, поэтому с очень большой вероятностью вернется снова вниз. Так что золото, я не думаю, что прям сильно будет расти. В район 2000, да, согласен, в районе там где-то 2000, это может действительно дорасти. Тут у меня особо сомнений нет. Но что выше, ну честно, особо на это я бы не полагался. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Тогда следим, продолжаем наблюдать и смотреть за реакцией рынка, как он готовится к заседанию Федрезерва. В следующей неделе, как я уже отметил, сначала ПРС пройдет, и уже в четверг мы с тобой обсудим, посмотрим, где активы будут уже к этому вложены. Как раз. Да, точно. Денис, спасибо тебе, что смог найти время, подключиться, обсудить рынки вместе со мной. Тебе хорошего закрытия недели и хороших выходных. Спасибо. Спасибо тебе тоже, взаимно. И, как всегда, нашим подписчикам тоже отличного окончания торговой недели. Точно. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.